Вместо угля бездымное топливо. По таким правилам теперь будет жить частный сектор Красноярский, Каннский и Минусинский. Массовый переход на новое топливо власти хотят начать уже предстоящей зимой. И это далеко не все. Продолжится в регионе и работа по замене старых котельных и подключению частных домов к электроотоплению. Все подробности в сюжете далее. Мы сегодня посмотрим с вами горные работы, побываем на смотровой площадке, ну и соответственно новые технологии по переработке. На Березовском угольном разрезе сегодня гости сюда приехала делегация из Бурятии. Однако сам уголь их интересует мало, куда важнее топливо экологическое, которое здесь же изготавливают. В Бурятии подобных производств нет, а потому опыт надо перенимать у соседей, то есть у Красноярского края. Самый важный экологический эффект, ради которого приехали сегодня наши коллеги из Бурятии, это тот углеродный остаток, который мы выводим из котла. Это бездымное топливо. Фактически это аналог древесного угля. Из него уже отогнали всю влагу, почти все летучие. То есть там остался углерод и минеральная часть. После этого мы его брикетируем и получаем аналог древесного угля. Больше бездымного топлива будут использовать и в нашем регионе. Его использование рассматривается в числе вариантов перевода частного сектора на экологичные виды топлива. В целом отраслевое министерство ЖКХ разработало отопительное меню, которое предусматривает комплексный подход. Это и варианты установки современных котлов, автономная газификация, подключение к централизованным сетям и электроотопление. Мы все должны осознать, что тот вклад, который мы вносим в различные сферы деятельности, в том числе и в экологическую обстановку, это тоже продукт нашей деятельности. Мы должны оценить, насколько мы это делаем ответственно и насколько эффективно мы стараемся вместе беречь, в данном случае, наш чистый воздух Красноярска, чистый воздух Красноярского края. Большая часть экологических мероприятий в нашем регионе проходит по проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Это, например, установка на предприятиях электрофильтров или замена там систем газоочистки. Сейчас под особым вниманием частный сектор. Федеральный проект реализуется на территории двух городов из 12, которые, собственно, 10 субъектов работают по этой программе. Это город Красноярск и город Норильск. По городу Красноярску тут многокомплексная история. Это и крупные промышленные предприятия, и объекты энергетики, и, соответственно, транспортная инфраструктура, и, в том числе, частный сектор, про который мы в последнее время говорим достаточно активно. Выбросы из частного сектора – проблема не только Красноярска, но и городов поменьше – Каннской, Минусинской. Однако опыт использования бездымного топлива в Красноярске в 2019 году и разработка масштабных экологических программ дают надежду, что уже в ближайшие годы в городах нашего края дышать будет заметно легче. Виктор Бородин, Павел Иваницкий, 7 канал.